Этапы большого пути профсоюзного движения Брестской области стали частью библиографической выставки. Участники торжественного мероприятия узнавали в публикациях себя, свои предприятия, вспоминали, как продвигались по профсоюзной линии. Моя трудовая биография сложилась таким образом, что практически всю свою сознательную жизнь я имею отношение к профсоюзам. Еще в институте была провруборгом, потом, придя молодым специалистом на ковры Бреста, три года проработала экономистом и ушла на освобожденную профсоюзную работу. Председателем цехкома, заместителем председателя правкома ковров Бреста и 20 лет я уже возглавляю областную организацию. Сегодня, как и 70 лет назад, главная задача профсоюзов – защитить интересы трудящихся в их отношениях с нанимателем. В Брестской области эту функцию выполняют 19 городских и районных объединений. А еще профсоюзные организации на современном этапе обладают мощным инструментом влияния во всех сферах и отраслях. Здесь уже смотрим нюансы. Правовая инспекция, техническая инспекция труда, рейдовые группы, консультации различные, справки различные. Выписываются нанимателем, проверяем, смотрим, помогаем, работаем с обращениями членов профсоюза, граждан, чтобы оказать в любом случае помощь какую-то, или, скажем так, помощь, предусмотренную законодательством, может быть, какую-то материальную помощь. Поэтому здесь проблема остается та же, и мы работаем, в принципе, все профсоюзы работают в этом направлении. Слова благодарности, цветы и награды – важная и такая приятная часть любого юбилея. Главное достояние страны – это люди, считают, в профсоюзе. Поэтому руководители первичных структур – движущая сила организации, ее основа. Профсоюзная работа, она предполагает где-то и сложности, где-то и проблемы, где-то и решение простых вопросов, где-то и на более высоком уровне, где-то мы обращаемся в областное объединение своей культуры. Поэтому работа непростая, но, тем не менее, мне нравится, у меня получается, потому что это живое общение с людьми, контакт, кому-то просто слезы вытереть, постоять в уголочке, кому-то, да, действительно грамотную правовую консультацию, помочь. Поэтому я сегодня очень благодарна, что мой труд оценен. Многое изменилось, конечно, но мне кажется, во все времена главным качеством любого профсоюзного лидера, будь то твоя основная работа или общественная нагрузка, это было неравнодушие к людям. Участвовать в жизни людей, переживать за людей, стараться хоть чем-то им помочь. Юбилей – это хороший повод не только подвести итоги, но и обозначить планы на будущее. Отрадно, что профсоюзы не ставят перед собой грандиозных задач, а целенаправленно выполняют однажды взятые перед трудящимися обязательства. Вместе с тем есть серьезная беспокойность оттоком трудоспособного населения в другие страны. Количество профсоюзных организаций увеличивается, но экономические процессы, социально-экономические процессы и в стране, и в области мы прекрасно знаем, что люди уезжают на заработки. Строительная отрасль здорово просела. 5-6 тысяч было недавно еще в 8-м строительстве, сейчас 2,5 тысяч, то есть в два раза уменьшено. Поэтому количество профсоюзных организаций увеличивается. На сегодняшний момент зарегистрировано в этом году только 125 первичных профсоюзных организаций, но количество членов профсоюзов за прошедший год уменьшилось на 10 тысяч в области. Впереди у брестских профсоюзов новый этап деятельности. Предстоит много работы по укреплению первичных организаций. Назрела необходимость доработки вопросов контрактной системы отношений между нанимателем и работником. А еще следующий год – период активной отчетно-перевыборной деятельности. Главная задача будет подбор кадров, проведение на качественном уровне в соответствии с уставами отраслевых профсоюзов отчетов и выборов и вхождение нового актива в свою роль, в должности, чтобы вся работа наполнялась полной палитрой тех задач, которые стоят профсоюзами, и чтобы они выполняли и люди работали.